Семейная фирма Семейная фирма Программа «Семейная фирма Белогорье» в регионе работает уже 8 лет. В 2007-м ее основной задачей было создание рабочих мест на селе, и она была решена. Сегодня количество ее участников перевалило за 2500. Как работают люди, с какими проблемами сталкиваются, каких высот достигают и с какими мыслями смотрят в завтрашний день, выясняют координаторы программы «Семейная фирма Белогорье» во время выездных совещаний. В этом году осмотр фермерских хозяйств начали с Краснояружского района. Первой делегацию принимала Наталья Дмитриенко. Три года назад здесь занимались свиноводством, но когда в регионе возникла опасность возникновения африканской чумы свиней, стали разводить овец. За счет грантов 300 тысяч приобрели 40 голов и постепенно наращивали стадо. Сначала брали романовских овец, а потом попробовали поэкспериментировать, завезли другого барана. Вот у нас теперь полукурдючные. Просто смотрим по весу, что нам повыгодней. У нас же больше мясную породу, чтобы оно шло. Не на увеличение поголовья, но тоже овцы романовские приводят по два, по три. А курдючную создали, чтобы еще и вес был побольше. А это новая ферма Евгения Дмитриенко. Его стадо 250 голов, которым требовалось новое просторное помещение с системой навозоудаления, вентиляцией, кормлением и молокопроводом. Проблему фермер решил с помощью гранта. 8 миллионов гранта, заемных мы должны вложить 3 миллиона 900 и собственных средств должно быть 1 миллион 700. Чем больше вложиваешь, наверное, своих средств, тем более относишься уже и к строительству, и к дальнейшему развитию уже более ответственнее. Быстрее их и отработать, получить прибыль. И в дальнейшем, чтобы можно было развиваться дальше. В прошлом году только в этом хозяйстве произвели молочные и мясные продукции более чем на 7,5 миллионов рублей. А всего в 2014-м участниками программы было реализовано товаров собственного производства более чем на 12 миллиардов рублей. Очередной ступенью нашей работы должно быть повышение качества этой продукции. Повышение не только качества, но и, будем говорить, глубины обработки, переработки этой продукции. А это возможно только на кооперационных основах. Поэтому текущий год, 2015, ну, собственно говоря, наверное, и будущий, 2016, у нас будут посвящены как раз кооперации наших семейных ферм. То есть это уже проекты на кооперационной и интеграционной основе. Когда в кооператив, может быть, не вступать, но в то же время участвовать, как интегратор, может участвовать агрохолдинговая компания. Эту идею озвучил Станислав Оленик во время посещения хозяйства Сергея Литвиненко, которое специализируется на инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. В прошлом году здесь произвели 76 тысяч голов молодняка. Сейчас у него заканчиваются отношения на том, что он продал цыпленка. Все, больше у него отношений нет. А если как бы у нас будет цепочка, мы будем понимать, что спрос, мы спровоцировать должны спрос на цыпленка. Чем больше будет спрос, тем больше у него, конечно, будет оборот, естественно. И у него ограничения только будут его мощностями инкубации. Не секрет, что пока фермеры относятся к таким нововведениям по-хозяйски скептически. Хотя, оглядываясь назад, понимают, что новшества, на которые раньше поглядывали с опаской, сегодня оборачиваются выгодой и даже иногда становятся панацеей. Предприниматель, он, имея такую предпринимательскую жилку, наработал какой-то свой бизнес. Конечно же, он осторожно смотрит на то, что он может в какой-то степени должен поделиться и сделать прозрачным те наработки, которые он сделал. А поделиться прежде всего не столько, наверное, доходностью своего бизнеса, сколько, может быть, даже поделиться теми путями, которыми он, собственно, этого достиг. Наша задача сейчас предпринимателям донести о том, что их кооперация только им на благо. То есть их наработки, которые имеют доходность, которые они имеют от своего небольшого бизнеса, они могут увеличивать. То есть мы можем создать мультипликационный, получить мультипликационный эффект. Посетили участники совещания и социально-культурные сельские объекты. Это графовский центр общей врачебной практики, созданный по инициативе местных жителей. Здесь есть палата дневного пребывания, стоматологический кабинет, центр оснащен современной аппаратурой. А за месяц должно быть 455 посещений. Есть? Есть. А когда нету? А когда нету, идем активно. Посещаем всех. Вот сейчас у меня за апрель месяц 90 посещений. То есть мы посетили, ну участник у нас один-единственный остался. Посетили всех тружеников тыла, которых у меня 49 человек. Я их всех осмотрела. Они бабушки все за 80 лет. Их нужно было осмотреть на дому практически все. У меня набралось 90 в зале. Ну и, само собой, профилактика. Сейчас вот это диспансеризация дополнительно идет. Вот у нас сколько в этом месяце? 43 человека прошли диспансеризацию. Часто отдохнуть душой и укрепить тело местные жители приезжают в райский уголок Краснояружского района, где предприниматели Людмила и Владимир Базарный оборудовали банный комплекс с домиком для отдыха и организовали рыбалку. У нас вот именно не то, что в районе, даже в области это ниша не занята. А так как мы видим, сколько пространства и были свободные помещения, которые были не задействованы. Вот. И у нас, естественно, появилась идея с мужем заняться именно сельским туризмом. Так как мы взяли пруд в аренду, это 7 лет назад. Вот. Начали делать беседочки. Естественно, начали приезжать отдыхающие. А желающих больше стало. Естественно, надо было расширяться. В пруд предприниматели Базарные запустили карпа Толстолубика Белого Амура. Есть место для купания, а главное, здесь спокойно, благодатно. Можно набраться положительной энергии и насладиться созерцанием. Создаются, на мой взгляд, прекрасные семейные фермы. Поэтому динамика имеет место. А эта ниша, она должна потихоньку быть занята. А вот на сколько процентов в Краснояржском районе сегодня занята эта ниша? Ну, на мой взгляд, это процентом на 30-40. То есть у людей огромная перспектива. Перспектива еще есть, да. Белгоручина зацвела яблочным цветом. Очень красиво и символично. Белый край в белом цвету. Садоводов в регионе все больше новая отрасль сельского бизнеса привлекает своей эстетичностью, относительно невысокой трудозатратностью и, конечно, инвестиционной привлекательностью. Один из тех, кто решил связать свою жизнь с садоводством, житель Грайворонского района Марин Мушук. Мы сами приехали из Молдавии, 10 лет назад. Мы приехали, чтобы посадить в России, ну, где-то, где мы остановимся, чтобы посадить сады. Мы только, как, уже план у нас был, мы знаем технологии, знаем все, чтобы только садоводство. Я вырос в садах, в питомниках, в эти самые. Поэтому я знаю, уже хочу, не хочу, вот смотрю, уже вижу, что требует дерево, как она хочет, что и как. Родители занимались? Ну да, родители занимались, поэтому я в это вырос. Белгородчина стала вторым домом для Марина Мушука и местом, где хочется и есть большие возможности для того, чтобы растить сады. Заложили питомник, начали выращивать саженцы на продажу и, конечно, для себя. А спустя время разбили первый сад. Это трехлетний сад уже, который цветет, обильно цветет и будет подносить. Я ожидаю уже с него хорошего урожая. Это тоже полукарликовый подвой. Это трехлетний, который, сорт называется Эрли Женева, самый ранний сорт, как чуть-чуть раньше, чем белый налив. Красные яблоки, ароматные, сочные. Вот это, можно сказать, моя гордость пока, мое садоводство, мое хозяйство. Когда этот сад плодоносил первый раз, угощали яблоками всех родных, знакомых, земляков. Сочные, лёжкие плоды пришлись по вкусу. И сегодня Марин Анатольевич полностью уверен, что проблем со сбытом яблок у него не будет. Люди, которые знают, что мы занимаемся, уже звонят, спрашивают. Ну, которые эти, бизнесмены, которые реализуют, занимаются реализацией яблок, которые много лет в магазине, спрашивают, будет, что будет у вас, как оно, спрашивают. Когда будет, уже увижу связку, вот сейчас после цветения, через неделю-две, связка плодов, когда пойдёт, тогда могу о чём-то уже говорить. Когда связка уже от цветения, уже начинаются маленькие яблоки, тогда уже можно о чём-то говорить, уже заключить договора, заключить. А сейчас пока мы только радуемся цветению. Как только его продукция достигнет определённых объёмов, Марин Мушук планирует предложить свои яблоки социальным учреждениям Грайворонского района, детским садам, школам и больницам, говорит, за качество продукции готов нести ответственность. Инсектицида практически стараемся не вложить. Это только всякие витамины, чтобы она держалась. Стараемся вообще инсектицидом не пользоваться, чтобы даже мои дети в школе, в садик ходят, чтобы они кушали натуральный продукт, чтобы было чисто. И поэтому мы даже не боимся пойти где-то на анализ, на это самое, она не будет чистой и хорошей яблоки. На первый взгляд кажется, у этого фермера всё легко и просто. Всё ладится и удача сама в руки идёт. На самом деле Марин Анатольевич вложил немало сил и средств, чтобы яблочный сад у него был. Легче дело пошло, когда заработала областная программа развития садоводства. Государство уже областные земли уже дают нам в аренду, уже легче доступные намного. Уже как-то с оформлением всё уже ускорено, всё идёт. Если насчёт садоводства, насчёт этого самого спасибо. Бизнес пошёл в гору. Сегодня садами и питомниками у Граеворонского фермера занято почти 40 гектаров земли. На 15 из них сад заложили совсем недавно с помощью грантовых средств в 300 тысяч рублей. Вот этот сад, получается, неделю назад мы посадили, который вот даже зацвёл. Неделю только пустил листья. Это, получается, тоже полукарликовый подвой. Здесь сорта хорошие. Сад посажен на 4,5, на 4,5 между ними и 2,70 между рядами. Это интенсивный сад, единственный, который без капельного полива, без... Это 106-й подвой, который он не боится. Ни ветров, ни заморозков, ничего. Ни капельный полив необязательный. И шпалер тем более. Он начинает плодоносить на 3-4 год. Своё начало яблоневый сад берёт вот здесь, в питомнике. Это однолетние саженцы будущих яблонь для собственных нужд и для других садоводов. Насчёт реализации своих саженцев мы поддерживаем свои сады. Потом думаем ещё арбузы посадить. Сады больше денег просят, чем плодопитомники. И уже как-то думаем, арбузы, однолетний ягодник, посадить, ну, арбузы. Для покупки, для солярки, для техники надо содержать всё это самое. И поэтому думаем уже в этом году посадить арбузы. Общая площадь питомников Марина-Мушука – 2 гектара. Здесь есть, пожалуй, всё, что растёт в Белгородской области. Груши, сливы, вишни, абрикосы, персики и другие плодовые деревья. Каждый черенок выращен руками неутомимого садовода. Каждый сорт им же испытан на вкус, качество и приживаемость. Во-первых, они ранированные. Во-вторых, они здесь, вот, здесь, на месте. Не привозные саженцы, ничего. Свежие выкопали. И реализация идёт, если человек сажает, купил и посадил, он 100% принимается, 100% стараемся на качество, на сорта работать. Марина Анатольевич поделился. Мечтает, чтобы его сады когда-нибудь заняли 100 гектаров Граеворунской земли. И тогда он, наконец, может получить такую прибыль, которой можно по праву гордиться. С Богом не поссоримся. Ну, хотим, хотим больше, чтобы уже как-то почувствовать наш труд, который в питомнике, он год. Там, получается, два года в питомнике. Здесь пять, ну, посадили три года как в саду. Вот, хотим уже труд оправдать. Хочу сказать всех садоводов в области и вообще России, кто даже думал заниматься, ребята, только вперёд. Это ничего сложного, ничего, не надо пугаться, не надо ничего. Много чего будет приятного. Даже у детей будет какое-то своё фермерское хозяйство, свой бизнес, свой интерес. Когда мы снимали этот сюжет, Марину Мушуку сообщили, что он выиграл грант в полтора миллиона рублей на развитие интенсивного садоводства. Кажется, мечты его сбываются. А это семья Острижневых из Борисовского района, которая тоже решила растить сады интенсивного типа. Вот на этом поле осенью будет высажено 3000 яблонь поздних сортов. О приобретении саженцев Острижневы договорились с грейворонцем Марином Мушуком. Мы с ним заключили договор на поставку и на помощь, то, что они помогут нам посадить. У них есть и техника. А самое главное, нам нужно правильно посадить, на определённую нужную глубину, чтобы в будущем не так просто лопаткой выкопал, а ввозить будем органические удобрения. То есть у нас есть 2-3 года хранится навоз, тот уже, который перегнил. Будем только органические удобрения вносить в лунки. Всё это землёй перемешивать и садить. Но это ещё в планах. А сегодня полным ходом идут работы по обновлению старого высокорослого сада, который в течение 5 лет заменят интенсивным. И это только начало нового для Острижневых вида бизнеса. Занимались сельским хозяйством, производили молоко, выращивали на мясо крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Потом также выращивали свиней на мясо. Но как бы то вот с тем, что у нас вообще в Белгородской области появились очаги АЧС, мы сдали свиней добровольно. Сдали мы довольно в печалок. И решили, нам предложили в нашей местной администрации Борисовского района, вот, предложили заняться садоводством. В саду работают все семьёй. Отец, мать и два сына Сергей и Геннадий. Трудятся дружно, не спорят. Знают, что делают общее благое дело. Обрезка производится так. Вот все ветки, которые ниже допустимого роста человека, должны обрезаться, чтобы они не мешали. Потом обрезается весь сухач, то есть на котором не будет ни плода, и который мешает новым ветвям, всё обрезается. После обрезки дерево должно быть, образно говоря, как цветок в горшке или роза в стакане. Аккуратно не мешать соседним деревьям, крайним. Эти ветки мы так укладываем в ряды для того, чтобы туда запустить кабаин, который эти ветки переработает, то есть он зажёвывает и выплёвывает уже древесину. Ну, не опилки, но, как вам сказать, он рубит, и вот это вот будет удобрение. Но больше пяти сантиметров диаметр он не может, уже нагрузка большая. Поэтому мы отделяем вот это вот, складываем под стволы старых деревьев вот этих крупнее, то будем уже вывозить куда-то. А это, эти ветки сжигать нельзя. Попробуем вот таким кабаином договориться и запустить переработку. Этому старому саду около полувека, но рука человека не касалась его уже давно. Так что работы хоть отбавляй. Осенью Острижневы надеются собрать урожай яблок, сортов Стар, Крым, Антоновка, память Мичурина. Трудиться на сборке планируют также все семьёй. Младший сын Сергей – отец многодетного семейства. Ему любая работа по плечу. Он знает, сколько поработает, настолько обеспечит своих детей. А старший сын Геннадий, военный в запасе, недавно уволился с контрактной службы, чтобы в начале грандиозного дела быть с родителями. В конце прошлого года родители перетянули, так как у них уже возраст, ближе к возрасту, и захотели, чтобы два сына, сыновья, с семьями рядом с ними были, занимались каким-нибудь общим делом. К этому времени у меня контракт закончился. Не то, что военнослужащему можно жить в данное время очень хорошо. Он набутый и сытый, одетый в армии. И зарплата хорошая. Ну, воля была родителей. И тем не менее, работа пришлась по душе. Геннадий готов повоевать не только за родину, но и за будущие урожаи. Нету ничего такого, чтобы спокойного труда. Любой труд любит, чтобы к нему прилагали усилия. Сам не сделаешь, никто не придет за тебя, это не сделает. А нужно еще так сделать, чтобы и детям, и внукам какая-то польза после этого оставалась. Мы с женой жили в селе. Ну, и дети наши тоже, я не знаю, они не хотят в город ехать и работу искать в городе, хотя и специальности у них хорошие. Хотят, вот все время мы дома, то со скотиной, с огородом, и дома тоже. Это воспитание такое. А я не заставляю. Они уже имеют каждый свой дом. Дети, внуки тоже у нас. Любят работать. Конечно, одной лишь любви к труду в любом деле, не только в садоводстве, недостаточно, чтобы бизнес заработал правильно. Необходимы знания и умения, которыми в этой семье обладает ее глава Александр Астрижнев. В 1984 году я закончил сельскохозяйственное заведение, институт. И работал по специальности. Сначала бригадир-агроном, потом агроном. Потом даже работал в городе Горно-Алтайске. Совхоззавод Подгорный, управляющим. Выращивали мы там. Начиная от Виктории, это клубника, ранее сорта. И потом черешня, вишня, малина. Все сорта яблок, груши. Смотрю я, смотрю и вижу по листьям. Нужна ли вода дереву полить нужно? Или, может быть, не стоит поливать? Ну вот, все. Как оно, чем дышит? Есть и четко обозначенные пункты бизнес-плана, которым будут безукоснительно следовать фермеры Астрижневы, чтобы в итоге получить тщательно продуманный, просчитанный яблочный бизнес. У нас заложен в бизнес-плане капельный полив. Здесь у нас имеется, вот рядышком, мы почему это место и выбрали, подстанция, от которой мы можем взять подпитку, то есть пробурить скважину, поставим резервуар и будем качать воду вот, допустим, вот сюда насосом, а отсюда уже капельным поливом будем производить полив. Нам обещали небольшую помощь. Будем строить хранилище. Не только для того, чтобы яблоки, нам же сразу мы не сможем куда-то реализовать, но часть мы на консервный завод, допустим, будем на наш местный сдавать. А нужно будет же хранить, тоже сразу сбыта может и не быть. Ну, увеличить площадь будем. У нас вот здесь также сад, он длится далеко и много его. Но все сразу, как говорится, мы не сможем обработать. Больше площадь, добрее урожай. Через несколько лет на уборку яблока стрижневы собираются приглашать местный народ. Борисовцы, между прочим, уже высказывали пожелание заработать свой рубль. Фермеры не против. Говорят, работают не столько ради прибыли, сколько ради того, чтобы у детей, внуков и правнуков был настоящий родовой сад. Деньги, как говорится, там сделать на этом. Нет, такого нет. Ну, в меру, как говорится, работать, в меру получать и жить спокойной жизнью, дышать свежим воздухом. Трудиться, чтобы при нас были, как говорится, на виду и дети, и внуки росли. Отец и два сына живут в разных домах, но по одной улице. Они счастливы и попросту не могут друг без друга. Когда в их жизни появился семейный сад, хлопот, конечно, прибавилось. Но вместе с ним Астрижневу приобрели нечто большее, то, что делает семью еще более крепкой и счастливой. Редактор субтитров А.Семкин